Всем привет! Я Каталина и это новый выпуск шоу Буклайф. В московском доме книги звезда мировой оперной сцены. Ее глубокая сопрано покорила все самые знаменитые театры мира. Она единственная русская певица, исполняющая партию Соломея из оперы Рихарда Штрауса. Встречайте, Любовь Казарновская. В репертуаре Любови Казарновской более 50 оперных партий, а также песни и романс. Казарновская не только оперная дива, но и талантливый педагог. В 2012 она открыла музыкальную академию «Голос и скрипка», которая посещает разные города и страны в поисках новых талантов. Любовь Казарновская любит эту площадку в центре столицы. В московском доме книги проходят ее творческие встречи. «Московские посиделки». В этот раз поводом для светского вечера стал писатель, чье двухсотлетие со дня рождения широко отмечалось в прошлом году. Некрасов, добролюбов, закричали в один голос. Родился новый Гоголь. Неожиданный Достоевский. Что это означает, спросим у автора. Достоевский очень давно принят классиком. Его изучают в школах, университетах. По нему ставят спектакли и снимают кино. Возвращаемся к теме сегодняшних посиделок. Чем же все-таки для вас неожиданен Федор Михайлович Достоевский? Для меня сегодня Достоевский открывается именно с точки зрения сегодняшнего дня, особенно в «Братьях Карамазовых». Вот это вот эссе его «Легенда о великом инквизиторе». Это перекликается со всем тем, что мы видим сейчас вокруг себя. И вот какое ваше любимое произведение Достоевского, которое вы бы хотели бы увидеть на сцене? Ну, я бы, конечно, если был композитор масштаба Петра Ильича Чайковского или масштаба Джузеппе Верди, я представляю себе, какие бы были «Братья Карамаза». Мне бы очень хотелось, чтобы, может, перо какого-нибудь талантливого композитора коснулось именно этой темы. Потому что мне кажется, что там выписаны характеры предельно объемно, ярко, то, что и нужно для оперы. То все-таки взрослым можно посоветовать, чтобы они полюбили как-то оперу. Здесь советы давать трудно. Очень трудно. Надо ее полюбить. Надо походить и послушать, и понять, ваше это или нет. Заставить оперу любить нельзя. А с вами была Каталина. Слушайте оперу и читайте книги. Пока!